Друзья, здорово! Кто сильнее? Завоеватель с 10 КД или же самый известный игрок в мире? Сегодня мы это узнаем, поэтому располагайтесь поудобней, приготовьте вкусняшки, ведь будет интересно. Маленькая рекламка, и мы начинаем. Ну а спонсором данного видео является компания 1Х. Если вы увлекаетесь спортом и киберспортом, и хотите подогреть свой интерес при просмотре матчей, то вам именно к этим ребятам. А по промокоду ИРАКЕС вы сможете получить бонусом аж до 32,5 тысяч рублей. Просто представьте. Ссылка и промокод в закрепленном комментарии. Всем удачи и спасибо. Перед вами Левиния, парниша у которого больше всех подписчиков из мобайлеров на ютубе. Уже, насколько я знаю, более 11 миллионов. То есть парень достаточно серьезный в плане известности. Ну и как раз таки играет он тоже неплохо. Тоже начал использовать вулджамп. То есть вот эту штуку с помощью стены запрыгивать гораздо выше, чем можно было бы. Ну и здесь очень такая хорошая темка. Раньше ее просто использовали как подъем. Но теперь еще в тайминг прыгают. И можно из-за этого покорять новые высоты, так скажем. И здесь он попался в как раз таки киберспортивное какое-то лобби с завоевателями. С очень жесткими типами. У одного из которых КД-десятка. Не знаю, надеюсь, что этот чел не читер. Но согласитесь, довольно неплохо на завоевателях иметь такую статистику. Здесь пока все плюс-минус по стандарту. Немножечко распекал первого человечка перед собой. Прокидывает гранату. Рикошетом хорошо. Я думал, что он ей нокнет, если честно. Здесь выходит на префайре и забирает одного из представителей данного сквада. Чуваки напрягают. То есть здесь прям видно, что Левиния непросто. Вот один, правда, не понял, где тут находится. Перебежал дальше. С микроузика попытался принять. Не получилось это сделать. НОКАУТ УФСИ! Довольно забавно получилось, что именно такое словосочетание вышло. Ну и здесь остались еще двое, по идее, наверху. Их Левиния прекрасно слышит. Замечает первого. Дверь, дружище, простреливается. Не забывает о ни в коем случае. Забирает еще одного. И остается раз на раз. Да, слышно человечка наверху. Нужно быть осторожным. Он перезаряжает ДБС. И выходит на Левиния. Чуть не разобрал его. Слушайте, решил не сидеть. Красавчик быканул. Но Левиния очень жестко развернулся. Вот здесь реально красавчик. Среагировал. Сыграл. И прям мощно, мощно дал сопернику отпор. Хорош. Вот тут реально видно, что соперники старались. То есть не то, что боты какие-то стоят, и ты собираешь с них урожай. Нет. Реально настоящие и довольно неплохие игроки. Здесь еще знает, что за коробкой находится человек. Слышал его прекрасно. И пытается его как-то распекать. Пока не получается это сделать. Направо. Ну, нижний бросок нужно. Братишка, нижний бросок. Алло. А, он думает, что он там. Глянь. Откуда? Откуда ты знал это? Это ничего себе. Ну, либо читает игру невероятнейшим образом, либо по запаху чуял данного парня. Гус. Слушай, ну, это было очень хорошо. Это действительно раскатал. Потому что я думал, что соперник находится именно за коробкой. Ну, вообще, надо вот отметить, очень мало кто использует нижний бросок. Не понимаю, почему. Суперудобная штука. Но игроки просто забывают про то, что он существует. Ну, и здесь на базе осталось не так много соперников уже. По идее, последний скват. Разогревает гранатку за стенкой и видит человечка. Прокидывает ее, по идее, раздамажил, но недостаточно. Слева слышно человека сзади. Подожди. На тебя топают ли, Винни? Он это тоже слышал. Хорош. Не стал игнорировать информацию, потому что очень часто бывает такое. Знаете, ты стоишь, перестреливаешься с соперником и думаешь, ну ладно, мимо меня пробегут и не реагируешь на других игроков. Но это нельзя делать ни в коем случае. Это просто запрещено. Слышит опять же, как Челл его подрашивает. Чекает с помощью третьего лица. Прокидывает смок, чтобы нельзя его было задавить количеством. И собирается хавать большую аптеку. С фулл-дтресетом. Это очень неплохое преимущество, потому что выживаемость Левине повышается в разы. Отходит назад. Чуть увеличивает дистанцию с соперником, понимая, что его могут зарашить в абсолютно любую секунду. И понятное дело, нельзя ни в коем случае никак это допустить. Выходит опять же довольно-таки аккуратно. Начекивает. По идее, стопроцентной информации по нему быть не должно, но, естественно, соперники его слышали. Нельзя ни в коем случае здесь ошибиться. Ну, это ботиночек. Тут как бы просто добил и молодец. Заходит на крышу, чекает, что там никого нет. Похоже, что все-таки соперники на первом этаже. Точнее, на втором. Ну, на казарме, в общем. И здесь еще один пацанчик его контролирует за стенкой. Гранат, к сожалению, нет. В неком бутерброде находится Левиния. Как из него выйти? Сложный вопрос. Пытается залутать что-то. Нашел смоки. Хорошо. Этого, ну, хватит на какие-либо моменты. Может быть, как-то переиграть. Здесь как будто бы еще один ботиночек. Подожди. Не провоцируй меня, дружище. Вот тут вот соперник. Выходит на Левинию. Очень напряженная ситуация. Это Меган. У него нельзя ни в коем случае подходить близко. И здесь бот не дает Левинию пройти. Ни в коем случае нельзя останавливаться на данной лестнице. Но не наказал его соперник. Слушайте, вот это прям валидольный момент. Ну, и я думаю, Левиния тоже очень сильно понервничал. Заходит за стеночку. Слышит перед собой соперника. Пытается его встретить на префайере. Юзает укол адреналина для того, чтобы хп у него более-менее восполнялось. Независимо от того, ест он аптеку или нет. И можно еще один бинтик сожрать. Замечает перед собой соперника. Ловит его. Пытается не дать к себе подойти. Ломает двери. Хорошо. Первая голова есть. Распикивает его влево-вправо. По идее, преимущество по хп уже имеется. Плюс буст работает. Но здесь все равно решается. Есть еще один бинтик. Чел тоже пытается что-либо делать. Гляньте. Обратите внимание, как хорошо распикивает. Влево-вправо. Прям синхронная какая-то игра. Знаете, как мы вчера на стриме смотрели фильм, где там у Марвелов адаптивная борьба с соперником, анализирование его действий и подстраивание под их. Здесь тоже самое. Соперник полностью скопировал, мимикрировал и повторил действия Левини. И давайте же посмотрим, кто из них лучше реализует происходящее. Но пока что у Левини. Получается лучше. Он продамаживает его, но нельзя ни в коем случае выходить. Это может быть ужасной ошибкой. Дотикал соперник. Левини подумал, что он убил этого парня. Сам просаживается. Также на одном хп выживает, потому что имеет третий сет. И то, что я сказал, выходить может быть очень жестко. И здесь соперник делает совершенно ту же ошибку Левини. Успел схавать аптеку и забирает этого парня на опене. Да, друзья мои, это противостояние вышло все-таки в сторону самого известного игрока на планете. Говорит, хорошая игра, мой дорогой друг. Действительно, согласен. Похвалил данного месье. С уважением отнесся к его скиллу. И реально, типа, молодец. Но чуть-чуть не хватило ему хладнокровия, потому что мы видели, что пока он находился за, коробкой. Все у него было замечательно. Пока он был в укрытии, невозможно было его перестрелять. Но вот уже на кураже, понимая, что у Левини там остался какой-то, какой-то один хитпоинт, он думал, что уже все, и что может его убить. Но не тут-то было. На такой ошибке Левини его и поймал. Хороший, хороший был файт. Этот файт стоит топа. Потому что обычно даже в топ-1 не такие напряженные перестрелки, как мы видели сейчас. Вот это реально круто смотреть, когда два настоящих скилловых игрока встречаются между собой. Пока что что-то решил подотдохнуть после такой схватки, восстановиться, знаете. На психологическую реабилитацию сходить, наверное. Сказать там маме позвонить, сказать, меня тут обижают в PUBG. Я что, за интернет плачу, чтобы меня тут наказывали, что ли? Ну, пока так. Соперник со снайперской винтовкой. Левини поэтому постоянно двигается, пытается куешить. Мансит вправо-влево. Даже более-менее получается у него это сделать. Но по факту соперник никак его не может ваншотнуть. Потому что третья шапка и 100% здоровья. Пока что вот немножечко балуется. Мы видим, что постоянно куешится. Куешки, кстати, на удержание. У Левини это сразу видно. При вот таких вот легеньких, маленьких наклонах. Ну и здесь. Чуть-чуть просел, поэтому нужно есть буст и не высовываться. Естественно, потому что вот здесь уже можно получить ваншот. Но Левини что-то немножко дерзит. Неужели его за это не накажут? Нет, убежал. Все нормально. Все хорошо. Просто отдыхает пока что. Небольшое такое затишье, мне кажется, перед бурей. Или еще перед чем-то. Я все жду, что что-то произойдет. Но пока ничего не происходит. Ну, видимо, решает, что на такой дистанции со снайпой не стоит вообще никак манситься и перестреливаться. И поэтому проще гораздо подъехать и уже чувствовать себя уверенно. Будет ли заправлять тачку? Прямо сейчас нет. Можно попытаться использовать канистру как некий детонатор для того, чтобы встречать раш. Но похоже, что здесь всего лишь один соперник. И поэтому вряд ли это станет какой-то одной огромнейшей проблемой или невероятной угрозой. Кстати, обратите внимание, я практически ни разу не заюзал с стартового момента стены. Просто играет как в обычный режим. Сила рун для него не так, чтобы сильно интересно. Ну, либо просто нет подходящей ситуации. Я думаю, что если надо будет, то, естественно, Левиния ее заюзает. Здесь парень прям максимально жестко забаррикадировался. Левиния пытается как-то его распекать, пока не получается сделать ни единого попадания. Но ничего страшного. Рано или поздно получится. Главное, что и у него пока что фулл хп. Ну и соперник вроде как тоже в зоне. Время еще есть. Торопиться некуда. Поэтому просто сидим и отдыхаем. Да, действительно, лобби оказалось довольно жестким. То есть здесь враги прям играют на победку. Как будто бы это какой-то микротурнир. Перекинул гранатку. Ой-ой-ой, как же жестко ему залетело просто. Парень, одна ошибка. И ты пипипка. Но здесь реально прям настолько дико. Только вылез этот парнишка и сразу же моментальное удаление в лобби. Хорош. Вот это красиво. При условии, что торчала только башка. Довольно непросто было туда попасть. Но хорошая стрельба в точку с 4х дала свое дело. Не берет М24. Уже нет, так сказать. И здесь что-то еще упало. А что это такое было? А это, наверное, стена сломалась. Ну хорошо. Окей. Теперь, наконец-таки, можно заправить тачечку. И ехать уже непосредственно в сторону дальнейших соперников. Больше фрагов не было. Ну и соперники между собой практически не умирали. То есть все сидят в каких-то укрепленных укрытиях. Так, целый сквад проезжает мимо Левиния. Пытаются его убить в движении. Но не получается пока что ни у кого это сделать. Поэтому тут же берут угол. Левиния прячется в доме. Понятное дело, что его сейчас могут зарашить. При том очень жестко разогревает по этому гранатку. Слышит перед собой соперников. Пытается как раз-таки по звуку определить, куда они бегут. И вроде как в эту комнатку. Но нет. Не залетело. Может задамажило, но не нокнуло. Естественно, без нока туда идти не стоит. Да и с ноком тоже. Одному четверых пушить это не самая благоприятная темка, которая может быть. Поэтому просто сидит и ждет. Здесь дождался, пока соперники начинают файт с другими оппонентами. Прокидывает гранатку. Выбрасывает ее не очень качественно. Здесь решает, что нужно нокнуть. Неужели в киллчате увидел то, чего я не заметил? Может быть. Может он понял, что здесь уже несколько ноков. Идут смоки. Идет какая-то разрезочка. Пытается с помощью фрифайра прочекать смок. Понимает, что здесь детонирование. Естественно, взрывает канистры сам. Хорош, просто красавчик. Ну и тут подошел к соперникам. Но уже, скорее всего, не разрезались. Просто так подниматься наверх, естественно, нельзя. Левиня понимает, что тайминги потеряны. И что нужно отойти назад. Нужно сохранить свою жизнь. И именно это он и делает. Пока что снова такое небольшое затишье. Самое интересное, что он находится в круге. Вот в данном здании. А находятся ли в круге соперники? Мне кажется, нет. Замечает перед собой в открытом поле пацка. Но это фришка. Тут же его нокает. Там еще один, которого можно было бы, по идее, застелить. Именно это Левиня и делает. Второго тоже добивает, чтобы не застелили у него. И замечает еще одного пацанчика чуть левее. Не очень хороший у него угол. Меняет позицию. И забирает вот этого парня. Ну подожди, сейчас еще нужно натапать. Хорошо. Еще один нок. Тут же его доедает. Ну и, по идее, еще один где-то должен там быть в открытой поляне. И целый сквад здесь справа. С каждым из этих сквадов будет не так легко справиться, как хотелось бы. Но Левиня, я думаю, будет к такому готов. Аккуратненько начекивает, где кто находится. Идет опять же стрельба. Его пытается как-то взять соперник на префайер. Но пока не получается. Прокидывают гранатки. И тяжело сказать по миникарте. Очень неудобный масштаб. Но, по-моему, все-таки... Да, все-таки эти пацанчики не в зоне. Их начинает выдавливать. Левиня тут же пытается поймать кого-то. Не получается это сделать. Но у них открыто. Местность, открытое пространство. У Левиня имеется укрытие. В этом у него как раз-таки огромнейшее преимущество. Нокает еще одного типа. Тут же добивает, не давая. Соперникам фраги. И один на один остается с каким-то парнем слева. О нем вроде как имеется инфа. У Левиня даже есть зона. Как же ему жестко везет в этой катке с кругами. Ну и здесь, мне кажется, просто заходишь на второй этаж. Замечаешь соперника. И забираешь его без каких-либо трудностей. Ну посмотрим. Простреливает он сюда за тубзик. Не знаю, почему решает не брать высоту. Пытается пробежать. Тут же активирует стенку. Ну и... Думает, что соперник выйдет на него. И так и происходит. Да, пытается поймать его в какой-то щели. Опять же дает некоторые префайеры, чтобы встретить соперника. Стенка ломается. Как же? Как же не вовремя. Левиня схавал болик. Нужно было просто стоять и ждать чего-то интересного. Еще одна стенка. Гранатки. Хорошо. Молотов. Хаешки. Огромнейшее количество всего, что может только ему помочь в атаке на этого парня. У Левиня все еще пока что нет круга. Но он нормально двигается с помощью силы рун. Разогревает гранатку. Об этом не должен знать соперник. Прокидывает ее за смог. Не попадает, к сожалению. Ничего страшного. Есть еще возможность. Вот здесь вот опять же идут новые стенки. Ну и подожди-ка. Простреливается... Нет. Не простреливается пока что щель этим оппонентам. Прокидывает молотов для того, чтобы тот не мог выйти слева. Направо дает префайер. Ничего. Слушайте, у соперника тоже довольно-таки стальные яйца. Не выходит, не ошибается. Но Левиня уже в зоне. И ему в принципе нормально. Укрытие есть. Гранат похоже, что у соперника не имеется. Поскольку иначе он бы их, я думаю, уже начал бы кидать. Еще берет смоки. Можно в принципе задымить все, что здесь происходит. Ну и еще одна стенка для того, чтобы сократить дистанцию. Соперник ошибся. Но не наказан. Не получилось. Вовремя по нему пострелять. Слышит еще перед собой игрока. Мне кажется, здесь нужно сделать вулджамп. Я думаю, что можно запрыгнуть как раз-таки наверх на вот этот вот тубзик. Забавно, что враг этого до сих пор не придумал. Вот здесь вот. Да, пытался он что-то сделать, но у него не получилось. Ливини выходит на него. Снова напряженный момент. И сам начинает выходить на верхние позиции. Но опять же не получается. Да что же вы, ребятки, так-то фейлите, а? Долго думаете. И здесь, да, выходит на соперника в открытом фате. Не теряет ни одного хп. Это, друзья мои, топ-1. 18 фрагов. Надеюсь, что вам этот видос понравился. Спасибо огромнейшее за просмотр. Счастья, здоровья, удачи. И до новых встреч. А следующее видео уже совсем скоро.